вот и прошел почти год эксплуатации моей печи как моей печь мне изготовил павел павел живет в россии делает высококлассную продукцию из металла любой конфигурации под любые фантазии под любые хотелки вот можно посмотреть у него на сайте в youtube его работы можно посмотреть выбрать то что уже наработки можно какие-то внести свои изменения я посмотрел тоже в youtube его работы и мне одна печь понравилась я ее с небольшими доработками себе заказал павел мне сделал прислал в беларусь все пришло с доставочкой все классно все супер значит начнем потихонечку рассказывать прошло почти как я уже говорил год эксплуатации нареканий к работе печи нет печка шикарная выполнена из 530 трубы вот печь ходовая с верхним горением встроен теплообменник внутри который выполняет свою функцию просто шикарно за три часа 90 литров воды нагревает до кипения можно было ставить и большего объема теплообменник вот но я хочу сказать что за три часа печь полностью протапливает банное помещение парильное и мы идем париться изначально как бы у меня было немножко тратилось больше времени на протопку по парилке потому что использовал старые дрова касса дрова тоже имеет большое значение в это в парении в подготовке бани печи парилки и так далее старые дрова дают меньше тепла чем свежие дрова вот так вот со старыми дровами я топил пей баню четыре часа с молодыми дровами просохшими конечно конечно же тратится три часа до полной готовки бани к использованию уже получается два часа когда я протопил через два часа последний заклад делаю в печь и все дальше уже жду пока все прогорит потом угребаю угли отсюда прочищаю серую свою каменку и все идем париться мыться сколько тратится сюда дров подскажу и покажу вот вот это количество дров без нижнего одного ряда уходит на подготовку бани к паренью и это дров хватает на два часа горения через три часа мы здесь уже 3 часа 3 часа 15 минут мы уже заходим сюда мыться печечку павла выполнен из металла я обложил полностью кирпичом что позволяла его конструкция он изначально выполнил так чтобы можно было положить кирпич обложить и снизить инфракрасное облучение непосредственно от металла с этой стороны со стороны моечного отделения так тоже самое сейчас сфокусируется обложил кирпичом вот выход теплообменника нижний краник где поступает горячая вода верхний вход идет в бак бак на 90 литров бак сделал обвязочку с повысительным насосом чтобы увязать на смеситель чтобы можно было сделать душик потому что нас очень 90 литров очень много воды остается и я думаю чего в воде пропадать давайте еще после того как помоемся непосредственно в тазиках но вообще банишек классно сесть на лавочку помыться тазичком посидеть побеседовать но потом уже в конце можно спокойненько принять душик ополоснуться и идти домой вот поэтому вот такая вот меня система так с этой стороны заходим сейчас парилочку вот она непосредственно печечка выход трубы 130 диаметр здесь стартовый дымоход здесь он переходит на сэндвич я сделал обкладку кирпичом стартового дымохода потому что очень много жара идет помещение не люблю когда баня работает режиме сауны не люблю сухую не люблю жаркую париться при 80 градусов невозможно самая комфортная баня это 60-70 градусов влажность пределах 40-50 процентов и это очень комфортно и приятное парение печка у меня с двумя каменками нижняя каменка она закрытого типа вот видите варена в тело печи в трубы 530 диаметра в трубу 530 диаметра варена вот такая вот труба здесь у меня каменный заклад сюда можно вода подавать воду непосредственно отсюда а еще сделано подача воздуха через тоже теплообменничек здесь еще вороночку не поставил сюда можно залить вода поступает по трубочке сюда и каменку и идет приятный хороший пах вот такая вот каменка закрытого типа это каменка по серому здесь камни непосредственно обжигаются огнем я вам скажу что за два часа который я подкладываю по час три часа протопки камни прогреваются примерно до 550 600 градусов очень хороший методисперсный пар если можно так назвать с легким ароматом дымка какого-то угля там не знают залы очень приятно очень нежно на волоке это вообще вам не передать это надо просто заходить нюхать чувствовать ничем посторонним никаких посторонних запахов только приятный вот такой ароматный пар ароматный просто прекрасный если эти сверху камни черные внутри белые они сверху но сажа которые не обгорела а внутри уже обгоревшие то есть огонь проходит вот он здесь слева и справа сделаны выходные проходы для огня и потом он уходит туда вот сто тридцатую трубу что хочу отметить печь прекрасно выполняет свои функции я крайне доволен своим заказом крайне доволен работой павла он выполнен все на высшем уровне может единственный нюансик смотрите вот здесь увиден выход трубы он сто тридцатый до сто тридцатый диаметр сто тридцатый а здесь поступление воздуха меньше 10 или 90 миллиметров и когда топится печь как она разгорается этого объем этого диаметра не хватает для поступления по у нас ну для поступления воздуха в каменку для не каменку в печку для сгорания начинается печка начинает захлебываться если вот так открываешь и там большое горение пламя начинает вырываться даже обратно сюда чтобы такого не случалось приходится чуть-чуть приоткрывать чтобы добавить добавить воздуха вот такую щелочку буквально делаешь тогда все хорошо горит или же чтобы не было обратного горения чтобы сюда пламя не вырывалась надо чуть-чуть придушить замедлить горение чтобы она не так интенсивно горела я вот ставлю вот так чуть-чуть этот шипперс вот так уменьшаю и все и тогда сюда уже обратной тяги нет вот это может быть нюанс такой может быть неприятный а может быть так и задумано ну черт его знает как бы я заметил что когда дрова сильно разгоревшие вот так нельзя открывать потому что сюда пламя вот до сюда может сантиметров 30 сюда гореть в эту сторону в обратную потому что них не хватает кислорода видимо для того чтобы полноценно сгорали дрова надо чуть-чуть их душить душить но и даже вот в таком режиме хватает каменка полностью одна и вторая полностью прогрелись вот так вот ну как обобщить можно данная печка с двумя каменками по серому верхняя закрытая нижняя протапливается полностью пить баня парилка вот моего размера вот как вы видите протапливается полностью за три часа причем последний заклад я делаю через два часа после запуска печи вот через три часа я уже прихожу выгребаю угли потом прихожу сюда пару ковшиков воды на камни с открытой заслоночкой это чтобы залог отсюда убрать пара ковшиков бросаю бросил ковшик закрыл потом приходит семья я закрываю ежку все и далее мы уже наслаждаемся полноценным прекрасным мягким паром который очень благотворно воздействует на организм наши легкие на дыхание и я надеюсь укрепляет наш иммунитет укреплять здоровье и позволит нам жить дольше и качественнее вот как то так печка хорошая рекомендую данный тип печи заказу или там построению по вашему проекту вам к вашей бане и так далее и тому подобное вот что я хотел сказать прошел год всем доволен всем счастлив так что всем всего хорошего пока